значит давайте я напомню что было марковские процессы марковские процессы это вот я давайте здесь выпишу чтобы какое-то время не стирать это вот какое соотношение это условная независимость прошлого и будущего при фиксированном настоящем вот и значит а доказывали мы следующее соотношение и одну импликацию не успели доказать значит а это значит вот какое равносильное соотношение что условная вероятность события из будущего при фиксированном прошлом это тоже самое что его условная вероятность при фиксированном настоящем если мы вот в одну сторону доказали значит вот это вот две звездочки а это исходная одна звездочка значит и мы вывели значит в прошлый раз вывели из одной звездочки следует значит две звездочки давайте проверим значит обратное значит теперь что из двух звездочек следует одна звездочка значит смотрите значит что нам надо проверить значит нам нужно проверить что значит надо проверить что при всех множествах ну скажем c а интегралы значит интегралы равны от обеих частей значит 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 вот так значит интегралы от индикатора значит интегралы от индикатора значит по поэт от этой функции значит значит напоминаю значит это вот постоянно надо иметь ввиду что эти условные вероятности это на самом деле не вероятности это просто измеримые функции ну у которых там есть интерпретация как у вероятности в дискретном смысле а но ну а на самом деле им можно придать интерпретацию вероятности в общем случае но у нас они выступают просто как некие измеримые функции которые там неким интегральным тожеством удовлетворяют значит ну и вот здесь значит смотрите что должно быть значит значит вот значит вот это нам нужно проверить так а но теперь а теперь значит левая часть значит левая часть из-за того что c входит в эту сигма алгебру есть просто интеграл от значит c можно сюда внести значит это будет просто пересечение вероятность обычная уже никакая не условная вероятность пересечения всех трех значит это левая часть так значит значит с левой частью разобрались а теперь правая часть значит вот теперь теперь нужно с правой частью разбираться так ну давайте ну давайте под ней что ли я попробую напишу правая часть правая часть давайте посмотрим значит что тут можно хорошего сказать а а ну здесь можно честно что я собирался сделать с ней а а а значит ее можно а один раз внести так значит пока можно вот эту а оставить в покое так значит вот эту а можно пока оставить в покое а значит а а в ее присоединить но это опять из-за того что она входит в соответствующую сигма алгебру вот теперь а значит смотрите значит что тут значит начну мы но мы естественно хотим тоже как-то из этого устроить пересечение всех трех так а а а значит значит смотрите что здесь значит что значит что здесь стоит а а а значит что здесь стоит а а а тут стоит интеграл от произведения двух а условных мат ожиданий так но а Значит, можно одно, ведь это что такое условная вероятность? Это условное мат ожидания индикатора, так? И поэтому, значит, этот индикатор можно сюда вытащить, оставив второе, вот это. Значит, вот это можно вытащить, индикатор, так? Вот, но теперь у нас, значит, смотрите, значит, что тут у нас стоит. Значит, у нас стоит индикатор А и умножить вот на такое условное мат ожидания. Ну вот если бы и А было тоже измеримым относительно вот той сигма алгебры, то все было бы окей, но все бы вот к тому слилось. Но А у нас не отсюда, к сожалению, так? Значит, А у нас из сигма алгебры побольше, так? Поэтому тут нужно сделать следующее. Значит, вот в этом равенстве, вот в этом равенстве, значит, нужно заметить, что ввиду звездочки, значит, ввиду звездочки, можно написать вот так, потому что В в пересечении с С входит ну вот в эту. Так. И тогда, ну, 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 только надо было, конечно, написать наоборот, вот так. Вот так нужно. У нас здесь стоит вот это, а мы ее хотим заменить на то. А поэтому, значит, поэтому получаем, значит, поэтому, значит, получаем интеграл от индикатора А умножить вот на такую штуку. Но вот это уже та сигма алгебра, с которой А дружит. И поэтому вот сюда уже, вот это стало, видите, побольше сигма алгебры, с ней А дружит. И поэтому, значит, это получается интеграл вот от этого. Ну, а это есть значит, это опять есть то же самое, что у нас было в левой части. Значит, таким образом формула доказана. Значит, тем самым у нас получается, видите, значит, два равносильных описания вот этого марковского свойства. Ну, в прошлый раз мы еще выписывали такое же для матожиданий, для матожиданий, но понятно, что когда какое-то соотношение верно для индикаторов, то получается, что оно будет верно и для условных матожиданий. поэтому можно еще тут так сказать, что звездочка, вот эти две звездочки, значит, две звездочки, они равносильны еще тому, что, значит, условное матожидание от всякой функции G относительно вот такой сигма алгебры. Значит, есть условное матожидание относительно такой для, ну, скажем, для ограниченных измеримых относительно будущего G. Ну, проверка стандартная, две звездочки это равенство для индикаторов, значит, когда эта штука верна для индикаторов, значит, она равна, ну, она верна для линейных комбинаций, а линейными комбинациями, ну, то есть, простыми функциями. Можно равномерно приблизить все, и поэтому из равномерного приближения переносится на, значит, все ограниченные измеримые. Так что, можно вот в такой форме писать. Но, но есть еще одна полезная формула, тоже равносильная, которая в каком-то смысле может быть даже нагляднее. Значит, и формула, значит, вот такая, значит, ну, давайте это будет, ну, тоже теорема. Значит, звездочка равносильно двум звездочкам и равносильно вот чему. значит, условная мат ожидания от F от, значит, к C сейчас, как это лучше мне написать, сейчас, секундочку. значит, сейчас, значит, сейчас ну значит естественно это одна должна быть вот такая ну должно быть то же самое как для индикаторов естественно да сейчас какое вот это равенство да ну да нет но смотрите он у нас а у нас общее соглашение что такое что такое там п а там относительно ну какой-то сигма алгебры так а это то же самое что это то же самое что условное мат ожидания индикатора а относительно этой сигма алгебры это у нас можно сказать по определению у нас же у нас же нет просто условных ну по крайней мере в недискретном случае мы не обсуждаем что такое просто условные меры а вообще-то вещь содержательная но она к сожалению технически более сложная и для того чтобы действительно можно было бы интерпретировать эти условные вероятности как настоящие меры ну ну нужны некоторые ну во-первых дополнительные предположения что все это происходит не в абстрактном пространстве в каком-то разумном ну например на баре левский сигмал вибри прямой например так ну и ну и при этом еще и это довольно непростое дело этому придавать смысл поэтому мы этим не занимаемся так а значит по определению объявляем что условные вероятности это просто условные мат ожидания индикаторов это наше определение такое так теперь а значит час теперь я значит хотел значит теперь я хотел вот что значит здесь значит так сейчас дайте я посмотрю свои записи как я хотел это представить в каком-то значит виде попроще а вот вот так это можно представить значит вот так давайте значит f от кси от t значит условное мат ожидания при значит 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 такой значит сигма алгебры равно значит условному мат ожиданию f от кси от t при при f значит меньше либо равняется с значит для всех с значит не превосходящих t вот так еще можно это записать значит но это будет ну давайте это будет 3 звездочки значит 3 звездочки ну вот на 3 а вообще то у марковских марковского свойствах есть еще другие равносильные значит характеристики но давайте мы значит не будем наращивать звездочки значит так то есть ни пяти ни семи у нас не будет так значит вот ограничимся тремя а значит смотрите а в чем а значит в чем разница а значит в чем разница сейчас только почему-то я обещал 3 звездочки я поставил 2 вот так а значит смотрите в чем разница с предыдущим так значит доказательства а значит смотрите в чем разница с предыдущим а видите значит здесь а значит функция очень специального вида так значит здесь функция очень специального вида которая зависит значит вот вот здесь какая угодно была функция так а здесь значит видите функция а значит функция специального вида которая зависит от от процесса в момент времени т так а ну 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 это еще ну давайте я еще здесь же помечу чему это равносильно это равносильно вот чему значит это условная вероятность попадания в барелевского барелевское множество при значит сейчас как я тут хотел написать значит а сейчас только только я не хорошо значит здесь здесь нет нет ну в общем можно и так написать ладно значит вот так это еще можно написать в терминах значит для всех для всех барелевских б так а но это в случае а ну смотрите это в случае вот в каком значит здесь мы считаем что s s это барелевская множество ВРД с Борелевской сигма-алгеброй. Ну, например, можно считать, что это Борелевское множество напрямую, вот так. А если это абстрактное какое-то пространство, ну, тогда, соответственно, B будет из вот этого абстрактного пространства. Но давайте мы для упрощения всяких технических вопросов с измеримостью Дальше будем считать, что наше вот это пространство, где принимает значение, ну, фазовое пространство нашего маркерского процесса, что оно какое-то не очень сложное, ну, вот скажем, что это Борелевское множество в РД. Но на самом деле известно, что такие множества, то есть фактически можно считать, что S у нас либо счетное множество, либо все РД или все Р. Ну, почему так можно считать? Ну, потому что есть общий результат, что если у вас есть Борелевское множество, ну, в таком довольно общем пространстве, ну, скажем, полном сепарабельном метрическом пространстве, то оно изоморфно одному из двух, либо счетному множеству, ну, например, множеству натуральных чисел, ну, либо там всей прямой, ну, или отрезку, они все между собой барелевские изоморфны. Вот, поэтому тут то, что мы так считаем, это, в общем, не очень сильно снижает общность. Конечно, абстрактные марковские процессы можно рассматривать в очень сложных фазовых пространствах, которые не сводятся к там барелевским множествам прямой, но мы этого не будем делать. И, в общем, в реальных задачах такие уж очень общие пространства, состояния, честно говоря, редко возникают. Вот, значит, смотрите, значит, давайте, ну, то, что это равносильно вот этому, ну, это понятно, это как обычно, это есть для индикаторов, но когда эта штука верна для индикаторов, она верна для линейных комбинаций, значит, верна для их равномерных пределов, то есть для всех, поэтому особой разницы нет, доказывать это или это. Ну, давайте, значит, давайте вот это докажем. Значит, почему это равносильно? Так, значит, ну, давайте посмотрим, значит, доказательства, значит, доказательства, давайте, ну, хотя бы увидим, что хотя бы, значит, ну, понятно, в таких случаях в одну сторону должно быть просто, но в другую чуть менее просто, так? Ну, давайте посмотрим, в какую сторону тут совсем просто, так? Ну, я думаю, что из этого, вот это должно легко вытекать, так, совсем легко, так, давайте это осознаем, значит, почему так будет. Ну, из этой А, из этой С. Ну, эти B должны быть в той сигма-алгебре, где принимает, значит, где принимает значение процесс, так. Сейчас, я только, я только, вы, наверное, имеете в виду, что я только не сказал, кто такие F-ы здесь, да? Я сказал, кто такие B во второй строчке, но не сказал, кто такие F-ы, да? Какие F-ы тут? Не сказал я, кто такие F-ы? Нет, нет, ну, я словами сказал, ну, F, конечно, тоже ограниченная, ограниченная Борелевская. Так же, как предыдущие были ограниченные функции, значит, G вот здесь, а здесь тоже ограниченные, так. Значит, но, значит, где? Значит, это ограниченная на S. Так. А вот смотрите, в чем разница между F и G? Почему они разными буквами обозначены? Ну, это могло быть, конечно, случиться просто из-за разделдяйства, что они разными буквами. Но здесь не тот случай. Потому что, смотрите, G — это функция на омега, так, а F на S, так. Значит, вот давайте я замечу, значит, G — функция на омега, так, F на S. Ну, то есть, если у нас процесс вещественный, с вещественным пространством стояний, то F — это просто функция напрямой, а G — это функция на вот этом вероятностном пространстве, на котором процесс. Значит, значит, смотрите, здесь, значит, здесь, значит, что у нас, вот в этом, значит, условии, ну, как бы основном, значит, вот эта звездочка и две звездочки, это, можно сказать, определение марковского процесса, да, значит, в них фигурируют функции на омеге, так, а, значит, а в этом, видите, функция на S, но кто здесь функция на омеге? Так, а вот F от XI от T, вот эта функция на омеге, так, видите, F от XI от T, это функция на омеге, поэтому, значит, естественно, брать в качестве G, брать ее, так, так, если верно, значит, если верно две звездочки, так, то берем, то берем G, равное F от XI от T, так, так, значит, это ограниченная функция, уже на омеге, так, относительно чего она измерима? значит, измерима относительно A, какой сигма алгебры? Относительно вот этой вот, так как T больше либо равно S, так, значит, эта функция измерима, видите, относительно будущего, но теперь в этом, в этой, в трех звездочках, в трех звездочках, будущее меряется по отношению к S, так, а, эта ограниченная функция измерима относительно будущего, и, 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 и что тогда звездочка говорит? А звездочка говорит тогда, что ее условное мат-ожидание относительно вот этого равно ее условному мат-ожиданию относительно вот этого. Но это как раз и есть три звездочки. Значит, это три звездочки. То есть, поэтому получается, что вот это, это частный случай вот этого. Значит, одна импликация, ну как водится, когда доказывают равносильность, обычно одна импликация тривиальная. Но вот здесь и эта импликация тривиальная, а теперь нам нужно другую импликацию. Значит, нам теперь нужно из трех звездочек уметь выводить две звездочки. Значит, ну в чем, так сказать, неочевидность? Здесь у нас функции фигурируют измеримые, очень специфические. Видите, они композиции, значит, вот, ну как бы они берутся от процесса в один момент времени. Так, а какие бывают другие функции не такого вида? Так, ну вот какие. Значит, давайте, значит, давайте это я выпишу. Мы с них и начнем с таких функций. Значит, значит, выведем, значит, выведем две звездочки из трех. Значит, сначала, сначала пусть G имеет очень специфический вид. Значит, пусть эта функция вот какая. Значит, это произведение вот таких вот. Вот, так, значит, это произведение, произведение вот таких вот, где эти моменты больше либо равны t. Значит, видите, значит, функция G – это функция от сигмалгебры, порожденной будущим. Так, а простейший вид такой функции – это когда она функция от какого-то момента в будущем. А чуть более сложный вид – это когда она произведение нескольких функций, ну, от разных моментов из будущего. Так, значит, значит, наконец, еще более сложный вид – линейная комбинация таких. Так, ну, и, наконец, еще более сложный вид – предел линейных комбинаций. Так, и поэтому наша стратегия такая. Мы сначала проверим для таких функций, так, потом скажем, что для линейных комбинаций все очевидно, так, то есть если какая-то последовательность функций, для которых это верно, сходится, ну, скажем, равномерно ограничено и сходится почти всюду, то для предельной тоже это будет верно. Но это будет дешево, потому что условное мат ожиданий выдерживает такие предельные переходы. Если у вас есть последовательность функций, которые равномерно ограничены и куда-то сходятся почти всюду, то их условное мат ожиданий куда надо сходятся, так. Поэтому этот последний этап будет дешевый. И стало быть, во всем этом, значит, во всех этих этапах единственное, ну, не вполне дешевое место – это вот такие произведения. Потому что наша первичная информация, так, на три звездочки. Три звездочки – это когда нет произведения, а, значит, три звездочки – это случай, случай просто, когда G – это есть F от F1 от XI-T1. Так, вот, вот это случай три звездочки. А нам нужно извлечь из него вот такие произведения. Ну, и понятно, что когда N появляется, то можно ожидать, что тут, наверное, индукция какая-то. Ну, давайте, значит, доказываем индукции. Значит, доказываем индукции. Значит, N равно 1 – это, значит, 3 звездочки. Так, это верно. Так. Значит, пусть верно для N. Значит, пусть верно для N какого-то, ну, больше либо равного единице, так. Значит, берем, берем, значит, вот такую штуку. Значит, следующий, значит, случай, значит, еще одно, значит, еще один сомножитель, так. Ну, и, значит, они, значит, возрастающие, и все, ну, и все они больше либо равны T. Значит, и нам нужно вот эту формулу доказать для такой функции G. Так, ну, давайте, значит, давайте будем это пытаться сделать. Значит, значит, так, ну, вот это я стираю. Ну, что, тут ничего другого не сделаешь, как только, ну, вписывать, значит, вот это сюда нужно, да? Значит, ну, давайте, значит, смотрим, что получается. Значит, получается F1 от XI T1, значит, и так далее. F, значит, N плюс 1, XI TN плюс 1. Так, и, значит, от этого берется вот такая вот проекция. Так, значит, ну, что, значит, нам нужно сейчас как-то попытаться с помощью предположения индукции это как-то, значит, скрутить. А, значит, ну, что тут можно сказать? Ну, можно сказать так, что это условное, значит, матожидание, так, но здесь можно навернуть вот такое вот еще условное матожидание. Значит, их можно перемножить. Так. Значит, можно взять относительно вот этого условного матожидания, так, а потом еще здесь относительно вот этого. Так. Ну, почему так? Ну, потому что T1 больше либо равно T, и когда вы берете, сначала проектируете на большее, а потом на меньшее, это то же самое, что вы сразу на меньшее проектировали. Ну, вот здесь полезна интерпретация этих условных матожиданий как ортогональных проекций на, ну, такое вот семейство замкнутых под пространство возрастающее. Ну, и тут как раз они и по-честному будут ортогональными проекциями, потому что у нас же функции ограничены, значит, они из L2, поэтому здесь вот очень хороша интерпретация условных матожиданий как ортогональных проекций. Так, значит, ну, хорошо, значит, вот такую штуку мы проделали. Теперь нам нужно воспользоваться вот этим и предположением индукции. Значит, давайте посмотрим, значит, что тут можно сказать про это. Значит, как нам лучше воспользоваться предположением индукции? Так, сейчас, значит, я тут что-то даже записывал, дайте, значит, гляну, как я тут хотел сделать. Так, сейчас. А, значит, а, вот как можно тут сделать, смотрите, тут вот как можно сделать. Сейчас, только я тут нехорошо написал. Это, это, значит, вот это я не написал, вот это относительно, ну, я написал T1, а какое T1? У нас меньше либо равно T1, да? Значит, вот тут нужно написать, тут правильно нужно написать меньше либо равно T1, вот так. Вот это я нехорошо написал. Значит, смотрите, значит, вот нам нужно, значит, в этом месте нам нужно как-то использовать предположение индукции. Значит, давайте посмотрим, значит, давайте посмотрим, как это можно сделать. А, значит, а здесь можно вытащить один раз, значит, вот эту штуку можно вытащить один раз. Она же измерима относительно вот этой сигма-алгебры. Так, поэтому мы ее вытащим, значит, а здесь останутся остальные. Но я не буду для упрощения дела писать эти их аргументы. Значит, вот такое, значит, условное мат-ожидание. Так, и, значит, здесь берется условное мат-ожидание, ну, вот это вот. Так. Значит, смотрите, значит, это мы вытащили, так? Значит, этого мы вытащили. Но кто здесь, кто здесь теперь стоит? Значит, вот здесь кто здесь теперь стоит? Смотрите, здесь стоит условное мат-ожидание от произведения уже n штук. Так. Вот с такими наше предположение индукции справляется. Так, и поэтому здесь это равно... Ну, вот мне не хочется, значит, мне не хочется переписывать еще раз эту длинную формулу, но в конспекте она у меня будет, конечно, переписана. Но здесь давайте я так вот, так сказать, сжульничаю и поставлю вот так. Так, значит, по предположению индукции. Значит, вот это, значит, из-за индукции. Вот здесь можно заменить. Так. А теперь смотрите, значит, вот такая лемма. Я, кажется, эту лемму забыл упомянуть, когда говорил про условные мат-ожидания. А лемма, значит, вот какая. Лемма. Значит, если сигма-алгебра порождена случайной величиной это, так, то условное мат-ожидание случайной величины относительно вот такой вот сигма-алгебры есть некая функция от этой это, значит, где Пси-борелевская функция. Не отмечал я это, когда говорил про условные мат-ожидания. Не было такого. Ну, вот это я забыл. Ну, точнее говоря, не то, чтобы забыл, там это не нужно было. А сейчас это нужно. Ну, тут всегда вопрос. Когда что-то нужно, его лучше вспоминать, когда оно нужно? Или, так сказать, заранее его подготовить и сказать, что вот нужное было тогда-то? Ну, это, в общем, дело вкуса. Но давайте, значит, считать, что мы сделали вот первым способом, когда оно нужно, тогда и вспоминаем. Значит, вот этой леммы мы сейчас воспользуемся. Но получается, что лему-то надо доказать будет, конечно. Ну, тут еще можно сделать такой финт, сказать, что это якобы в теории меры. Ну, это на самом деле лемма, конечно, по теории меры. И можно сказать, что это якобы в курсе теории меры есть такое. Но, значит, давайте мы ее честно докажем, значит, эту лему позже. А сейчас мы ей воспользуемся. И тогда, значит, смотрите, что получится. Тогда получится следующее. Получится, что вот это Е, условное, значит, матожидание вот от этого произведения, так, это есть некая функция ПСИ от КСИТ1, значит, это по лемме, значит, по лемме. Вот, и, значит, смотрите, что здесь тогда получается. Ну, и здесь тогда получается, что это есть, вот что такое. Это есть F1, значит, вот на это, так, и умножить на функцию, ну, вот на эту функцию, вот на эту, так. И это берется относительно, значит, вот этой вот сигма-алгебры, видите? Но тут как раз получилось то, что у нас есть. Это же тоже функция такая, какая фигурирует в трех звездочках, так? А, значит, и из трех звездочек, значит, из трех звездочек, получается, что это равно условному матожиданию вот от этого. И, значит, вот относительно такой сигма-алгебры. Так, значит, вот это мы так препарировали левую часть, так? Но теперь, если мы посмотрим на правую часть звездочки, так, видите, но так то же самое и будет. Так. Значит, это же, это же получается, получается, в правой части звездочки, в правой части двух звездочек. Значит, если мы подставим сюда, ну, точно так же мы это произведение подставим, то есть, ну, получится все то же самое. Вот, поэтому, значит, у нас получилось, что две звездочки, значит, так, две звездочки верны для произведений. Так, ну, вот таких вот. Значит, следовательно, верны, следовательно, верно, для функции G вот такого вот вида. Значит, для функции G вот такого вот вида. Сумма, ну, вида, давайте напишем, вида конечных сумм. Так. Но такими функциями можно приблизить в L2 всякую. Значит, для всякой ограниченной, значит, измеримой G есть ограниченная последовательность, значит, последовательность, значит, F, значит, ну, там, значит, житых, конечных, ну, давайте уже не F, а G, значит, G житых, значит, конечных линейных комбинаций, значит, таких произведений. Значит, ну, ну, такая последовательность, значит, такая, что вот эти сходятся к G почти всюду. Ну, на самом деле, проще сначала взять сначала VL2, а потом подпоследовательность. Это так проще, наверное, потому что то, что такие полотны VL2, ну, это, в общем, очевидно. Вот, но тогда получается так, значит, для G житых 3 звездочка верно, следовательно, для G тоже, потому что, когда у нас, ну, почему так? Так как условные мат-ожидания относительно каких бы то ни было сигма алгебр будут сходиться к условному мат-ожиданию. Это у нас было такое свойство, что когда функции сходятся в L2, то, ну, оно и понятно, это для проекции особенно наглядно, если функции сходятся в L2, то их проекции на фиксированное подпространство тоже сходятся. Ну, если элементы Гильбертова пространства сходятся, то их проекции на фиксированное подпространство тоже сходятся. Поскольку у нас функции равномерно ограниченные, то эта последовательность равномерно ограниченная, то нам даже не нужно это общее. Но это верно не только для L2, это для интегрируемых тоже верно, это у нас было. Но здесь у нас всё проще, потому что у нас эти условные мат-ожидания – это проекции просто для L2, поэтому тут все эти утверждения совсем банальными становятся. Ну вот, таким образом доказано, что марковское свойство можно характеризовать ещё и таким третьим способом. И про общие марковские процессы. У меня ещё последняя теорема, которая будет без доказательства, но её нужно знать. Эта теорема довольно интересна тем, что она в простейших случаях явно проверяется. Ну вот у нас простейший случай будет, которым мы как раз сейчас и займёмся – это марковские цепи. Значит, в случае марковских цепей она довольно просто проверяется, но в общем, ну и поэтому выглядит правдоподобно, но в общем случае она доказывается, к сожалению, довольно трудно. Значит, теорема вот какая. Давайте я даже её, чтобы были обозначения, как в конспекте, давайте я её просто… Значит, итак, пусть S, значит, барелевское множество, пространство состояний, S, это барелевское множество в Rd. Значит, АТ – это либо R, либо луч, N или Z. Значит, ну вот одно из этих. Так, так, значит, и, значит, кси от Т – марковский процесс. Ну вот с этим вот временем Т. Так, тогда существует переходная функция. Значит, переходная функция – это функция четырёх аргументов, где S и T – это моменты времени, X – точка из S, а E – это множество в S. Значит, со следующими свойствами. Значит, первые четыре свойства, значит, молчат про процесс, а говорят только про саму эту переходную функцию. Значит, первое свойство. Значит, если зафиксировать остальные параметры и брать эту функцию как последний, по последнему параметру, это, значит, барелевская вероятностная мера на S. Так. Значит, второе. Второе. Значит, по X – это функция измерима на S. Ну, то есть барелевская, значит, она на этом S. Но это техническое требование. Значит, третье. Если моменты времени S и T совпали, значит, если моменты времени S и T совпали, то это будет мера Дерака в точке X. Значит, четвертое – уравнение Чепмана-Колмогорова. Значит, это вот какое уравнение. Вот эта вероятность должна равняться вот чему. Она должна равняться интегралу. Ну и сейчас вероятностный смысл этого уравнения мы сейчас обсудим. Значит, это когда S меньше либо равно U меньше либо равно T. То есть, видите, значит, пока что это все некие свойства переходной функции. И лишь в пятом пункте какое она имеет отношение к процессу. К процессу она вот какое имеет отношение. При S меньше либо равно T, значит, если вместо X подставить процесс, то это должна быть условная вероятность вероятность попадания в E относительно сигма-алгебры, порожденной, ну вот этим, к С. Значит, какой вероятностный смысл? Значит, смысл вот этого, значит, это вероятность попасть в E в момент T в момент T при значит, при нахождении при нахождении в X S в момент S в момент S в момент S значит, вот какой вероятностный смысл. Значит, вот если у нас есть процесс, то можно говорить об условной вероятности попадания X от T в E значит, ну вот при условии, что X от S равняется X сейчас у нас будут сейчас у нас дальше разговор пойдет про марковские цепи в основном даже конечные и там эти условные вероятности ну это просто некие вероятности будут так и у всего этого будет ну такой гораздо более простой наглядный смысл но и для общего процесса ну вполне себе можно представить, что это какая-то разумная вещь что значит вероятность попадания во множество при выходе ну из точки там в некий предыдущий момент времени так и значит вот вот эта вот эта вероятность она как раз должна даваться по этой переходной функции подстановкой вместо X ну вот этого к C S так да сейчас где вот здесь вместо сейчас до Y стоит ну да ну как это же мера так мы по этой мере интегрируем функцию ну вот когда когда вот эти параметры фиксированы но это некая мера вот мы функцию аргумента Y фиксируем ну тут смотрите тут U, T и E фиксированы так кто здесь переменная у этой функции вот эта переменная у этой функции Y так одно из технических требований требования 2 что эта функция по Y измерима ну она ограничена значит ее можно интегрировать по вот этой мере значит первое требование что эта штука по последнему аргументу мера так и поэтому эту функцию аргумента Y мы можем по ней проинтегрировать так значит смотрите какой ну вот сейчас в случае в случае марковских цепей у всего этого появится такой ну совершенно прозрачный смысл вероятностный так значит но какой смысл вот в общем случае значит смотрите мы считаем мы считаем ну ну вот во-первых что там про меру Дерака почему это мера Дерака ну потому что смотрите значит выходим из в момент времени находимся в точке X так в момент времени S находимся в точке X так и теперь считаем вероятность того что в этот же момент мы попали в E так ну когда мы попали в E ну в точности тогда когда точка X попала в E так значит тогда мы ну попали а если точка X не попала в E то не попали так ну вот это и отражает мера Дерака она как раз чего она говорит про E она говорит что если E содержит X то тогда единица вероятность а если не содержит то 0 так поэтому вот эта вот интерпретация этой функции переходной вероятность попасть там в какое-то множество в момент когда в предыдущий где-то еще она как раз вот с этим ну очень хорошо значит тоже согласуется ну как я говорил два чисто техническое требование измеримости просто у нас там не бывает неизмеримых функций так а вот содержательная вещь значит очень содержательная вещь уравнение Чепмена-Колмогорова значит смотрите что что говорит это уравнение значит оно говорит что ну оно оно объясняет как мы считаем вероятность перехода из точки X во множество E так ну вот за период времени с S по T так значит смотрите что предлагает эта формула делать она предлагает смотреть что мы значит как мы могли попасть как мы значит мы могли как мы могли попасть в S будущее значит в момент времени S в X как мы могли попасть в момент времени t куда-то. Значит, фиксируется промежуточный момент времени. Но это должно быть верно для каждого фиксированного промежуточного момента. Фиксируется промежуточный момент. И получается так. Значит, мы, находясь в момент времени s в x, а мы в этот промежуточный момент куда-то попали, в маленькое dy. И умножаем дальше на то, что мы, ну так сказать, попали, сейчас, когда все будет дискретно, то просто попали не в dy, а попали, ну, просто будет в точку y. И затем из y, находясь уже в момент u в y, мы, значит, из y попадаем ко времени t в e. И, значит, формула говорит, что надо просуммировать такие произведения. Ну вот сейчас, когда мы перейдем к марковским цепям, это все станет суммами. Ну и это такой уже гораздо более наглядный смысл приобретет. Но здесь примерно вот то же самое. Значит, то есть это, видите, это постулат такой, так как бы, постулат. Но оказывается, что он выполнен, этот постулат, за счет того, что у процесса марковское свойство. А на самом деле, значит, ну, это я вкратце в следующий раз упомяну, чтобы, ну, так сказать, закруглиться с общими процессами. Но общая ситуация окажется такой, значит, что если у вас есть процесс, для которого есть переходная функция вот с такими свойствами, то он будет марковский. То есть фактически окажется, что марковость, она вот, так сказать, как-то более-менее связана с уравнением Чеппана-Колмогорова. Но теорема эта не очень банальная в том, что то, что у всякого марковского процесса есть переходная функция, долгое время оставалась открытым вопросом. Это вот сравнительно, ну, не так уж давно по меркам этой нормы, науке было установлено, что это верно. Это вот такой московский математик был, Сергей Кузнецов, который это в 80-х годах доказал. Вот когда я был студентом, это еще неизвестно было. Вот верна ли эта теорема, это было неизвестно. Ну, для каких-то простых пространств это было известно, а он для довольно общих пространств это установил. Но это верно не для каких угодно пространств. Вот я немножко, ну, для некоторого упрощения, Кузнецов для несколько более широкого класса установил, но я для упрощения сформулировал так, но, значит, эта теорема не для всех пространств верна. Поэтому, значит, было, вот в течение долгого времени, было непонятно, ну, когда она верна. Ну, для марковских цепей там это было понятно, что она верна, а вот, значит, для общих процессов было непонятно. И вот когда я был студентом, еще, можно сказать, такой теоремы не было. Вот, а, значит, ну, естественно, мы не будем обсуждать доказательства, она сложно довольно доказывается. Но вот как факт, значит, полезно знать, что для всякого марковского процесса разумного, так скажем, есть, значит, вот эти вот, вот это есть переходная функция, или, как ее называют, переходная вероятность, так. Вот, теперь, значит, теперь еще одно с общими процессами полезное понятие. Значит, однородный процесс, значит, однородный процесс, это когда марковская функция, вот эта, ну, переходная вот эта функция, значит, вот эта переходная функция, зависит, значит, зависит от t минус s, от разности. То есть она, значит, она есть, вот, значит, что, значит, вот есть вот такая вот функция, так, значит, трехпеременных, значит, и это получается из нее подстановкой разности, так. Но, фактически, ну, смысл примерно такой, смысл примерно такой. Можно считать, вот когда однородный процесс, можно считать, что он в нулевой момент времени, что есть, значит, условная вероятность того, что он в нулевой момент времени в x, а в момент времени t, он во множестве e. так, вот, для общего такая тоже штука есть. Вы можете s взять нулем, так, ну, и у вас получится, как бы, функция, значит, ну, уже трех переменных. Вот однородный процесс, это, значит, такой, значит, что вы, как бы, можете считать, что он выходит, значит, из нуля и куда-то попадает, так, и все прощие выражаются, ну, вот, значит, тем, что, значит, ну, что он в момент времени, там, ноль в x, а, значит, в момент времени ноль он в x, ну, а, значит, ну, в следующий момент он куда-то попал, так, вот, и все прочие тогда этим, значит, определяются. Но, разумеется, разумеется, легко привести пример, когда процесс неоднородный, понятно, что не всякий процесс однородный, но однородные процессы играют особо важную роль, ну, и есть некая общая схема сведения процесса неоднородного к однородному, ну, за счет усложнения пространства. Но это мы не будем обсуждать, потому что у нас дальше все равно речь пойдет про еще более специальный вид про однородные цепи Маркова. Значит, вот еще, значит, важное тоже определение. А, да, слушайте, я я уже пошел, так сказать, в содержательные вещи, но замотал лему. Значит, я замотал лему. Давайте-ка к лемме вернемся, у нас тут лемма была же, мы ее использовали в доказательстве, значит, было обещано, что будет доказательство этой леммы. Значит, давайте это докажем. Ну, так сказать, в билетах эта лемма будет считаться, что она просто как факт, там известно, ну, значит, без доказательства, но давайте уж, давайте доказательства леммы. Значит, итак, смотрите, что мы хотим, значит, хотим, значит, доказать. Значит, мы хотим доказать, что условное мат-ожидание от ограниченной функции относительно сигма-алгебры, порожденной другой случайной величиной, есть некая функция от этой случайной величины. Ну, как такие вещи доказываются? Ну, конечно, сначала надо предположить, что кси – это индикатор множества. Ну, нам на самом деле… Нам на самом деле даже не очень важно это. Нам на самом деле тут уже не важно, что это условное мат ожидания даже. Значит, а фактически нам надо следующее. Если ограниченная функция f измерима относительно вот этой сигма-алгебры, порожденной это, то она есть функция вот этой. Вот что нам реально нужно доказать. Потому что условное мат ожидания от какой бы то ни было случайной величины – это же измеримая функция относительно этой сигма-алгебры. И нам нужно просто доказать такую банальную вещь, что когда у вас сигма-алгебра порождена одной случайной величиной, то все измеримые относительно нее функции – это просто банальные композиции, ну, барелевских с ней. Ну, в одну сторону это простейшее свойство всяких измеримостей, что если у вас была функция измеримая, вы ее подставили в барелевскую, то получилось измеримую. А вот чуть менее очевидно в другую сторону. Почему измеримая относительно такой сигма-алгебры функции есть какая-то композиция с этой первичной, вот это не очень очевидно, давайте это докажем. Значит, если F – это индикатор A, то это верно. Давайте посмотрим, почему это для индикаторов верно. Это вот почему верно. Как устроена сигма-алгебра, порожденная случайной величиной? Это всевозможные прообразы барелевских. Значит, вот что такое, ну, можно сказать, по определению сигма-алгебра порожденной функции. Это просто совокупность прообразов барелевских множеств. Но тогда смотрите, что получается. Тогда получается, что если F есть индикатор A, и A лежит в этой сигма-алгебре, так, то тогда смотрите, что получается. Значит, то A – это как раз это в минус первое, ну, от какого-то барелевского. Если F есть индикатор, то индикатор множества из этой сигма-алгебры. Значит, это множество имеет вот такой вот вид. Ну и спрашивается, кто же тогда, спрашивается, кто же тогда функция Фи? Ну, тогда Фи – это индикатор этого барелевского множества B. А и F – это индикатор от B, ну, композиция с этой. Вот что тогда получается. Значит, таким образом, для индикаторов утверждение верно. Значит, дальше. Из этого получаем, что утверждение верно. Верно для простых F. Значит, для простых F утверждение верно. Значит, для каждой простой функции. Ну, собственно, для простых можно так же голыми руками проделать, найти явно эти функции Фи. Но это не нужно, потому что как только для каких-то двух функций утверждение верно, то для их линейных комбинаций тоже. Потому что если у вас, допустим, F и G получены, как композиции, то, естественно, сумма будет тоже очевидным образом композиции. Так что, значит, для простых функций это верно. Ну, с конечным числом значений. Ну, это линейные комбинации индикаторов. Значит, смотрите, если у вас функция F есть композиция, функция G тоже есть композиция, то тогда линейная комбинация, какая она будет композиция? Она будет вот какая композиция. Вот в эту нужно будет подставлять. Ну, и когда больше функций, там не две, а больше, ну, аналогично будет. Поэтому, смотрите, как только у нас теорема доказана для индикаторов, она остается в силе для простых функций. Теперь, значит, общее измеримое ограниченное F. Так, значит, что мы с ней делаем? Значит, мы находим для нее, значит, находим простые, значит, находим простые F-житые, значит, ну, которые тоже измеримы. Так, ну, сейчас вот время у нас кончилось, но тут нам буквально минута осталась. Давайте уж эту лему я не буду бросать на полусловие. Значит, и смотрите, что получается. F-житые будут, значит, F-житые, вот это, значит, где F-житые Борелевские. Так, значит, вот такая вот вещь получилась. Ну, и при этом, при этом можно считать, значит, можно считать, что, значит, можно считать, что эти F-житые, они оцениваются через супремум модуля F. Так, значит, такие вот, что, значит, вот эти вот F-житые равномерно сходятся к F. Так, значит, всякая простая функция, всякая измеримая ограниченная функция, есть равномерный предел простых. Значит, вот мы устроили, что эти сходятся равномерно к F, значит, они какие-то композиции, так. Теперь нам нужно, значит, теперь нам нужно устроить F. У нас F-житые есть, но у нас сходятся не F-житые. Если бы F-житые сходились равномерно, то всё дело было бы в шляпе, F был бы их предел, взяли бы и всё. Но у нас сходятся, значит, у нас сходятся F-житые от это, но не F-житые, но не сами F-житые, так. Поэтому мы не можем, значит, сказать, что давайте просто возьмём их предел. Но тут легко догадаться, что нужно сделать, так. Значит, берём, значит, берём F от Y, это предел F-житых от Y, где он есть, так, там, где он есть. А, значит, F от Y, 0, где нет. Ну, в качестве, значит, совсем уж упражнения, значит, нужно уметь проверять, что F-борелевская, так, значит, F-борелевская. И тогда смотрите, что у нас получается. Получается, что F от это есть предел F-житых от это, так, равную пределу F-житых. Так, значит, такая штука существует, потому что этот-то предел существует, так. Ну, и поэтому получается, что F есть F вот это. Видите, значит, мы взяли эти F-житы, значит, как они себя ведут, где предела нет, ну, неизвестно, как они себя эти F-житы ведут. Но нам на это наплевать, там, где предела нет, мы эту Борелевскую функцию сделали, просто занулили, так. Но, к счастью, композиции вот эти об этом не знают. Потому что, как только вы подставили F-житы это, то вы попали в ту область, где предел есть. Потому что F-житы от это F-житые, а F-житые сходятся равномерно, так, к F. Поэтому то, как мы определили, где нет предела, ну, это не касается. Но нас это касается, потому что мы же хотим, чтобы функция была Борелевской напрямую, F-предельная, так. И общий, значит, факт такой, что если есть, ну, это вот такое уже действительно из теории меры, что если есть последовательность Борелевских функций, какая угодно, неважно, сходится она или не сходится. Множество точек, где она сходится, всегда Борелевская. И если вы взяли там, где она сходится, функцию определили как предел, то на этом множестве функция Борелевская. Вот этим мы пользуемся, так. Вот этим упражнением мы пользуемся. Значит, вместе с этим упражнением получается, что теорема, ну, не теорема, а лемма, доказана. Ну, и тем самым доказана вот эта теорема. В следующий раз небольшой разговор про марковские цепи. И останутся у нас еще два конкретных вопроса. Это ветвящиеся процессы, специальный пример марковских цепей и еще одна конкретная задача. Так что, в принципе, я так стараюсь, чтобы лучше всего 5 числа закончить лекции, но в крайнем случае 12. И, собственно, в следующий раз это марковские цепи. Ну и, может быть, вот эти ветвящиеся процессы захватим. И еще конкретную задачу про модель страхования. По традиции тут ее включают в этот курс. Так, все. На этом уже давно пора было остановиться. И я таки остановлюсь.